Девушки отдыхают Девушки отдыхают По утрам вставать не хочется Ну скажешь тоже Ой, звонок Что происходит? Тихо! Дети, сядьте на места Сядь на место Ты что делаешь? Он же маленький Витя, не трогай его Петрахова, убери лак Убери лак, достань тетрадь Ермаков, ты меня слышишь или нет? Это что? Это что? Это кто? Я не специально Погоди сюда Завтра в школу С родителями, с тремя цветками Петрахова Ну-ка вон из класса Я сколько раз говорила, чтоб ты лак сюда не таскала За что я? Она же только ногти красила Гриценко, с тобой вообще отдельный разговор будет Еще раз нахамишь, вылетишь из школы Он больше не будет У него возраст переходный Распустились! Весь класс будет наказан Всех после занятий жду Около своего кабинета Будете мыть стены в коридоре И попробуйте мне кто-нибудь сбежать Зайдите ко мне после уроков Ну что ж, такое Уважаемый! Завтра после обеда! Повторяю для всех! С талонами! Завтра после обеда! Ну у меня талоны на все продукты! Ну что же завтра-то есть! К служебному входу подойдите, я сейчас все вынесу Простите, что-то давать тут будет? Я ничего не знаю Женщина, как вам не стыдно? Вы же простой народ объедаете! Я за вас кровь поливаю! Поможете мне, хорошо? Спасибо вам! А то меня там чуть не побили! Простите, пожалуйста! Так, всегда для вас! Это вам! До свидания! Всегда для вас! Поедем скорее! Может прорвемся, пока митинг не начался! СТУК В ДВЕРЬ Любовь Николаевна, у меня к вам будет серьезный разговор Вы распустили класс У меня на уроках Они молчат, как рыбы Но они не рыбы, они дети Эти дети ведут себя недопустимо Еще Конфуция сказала Врагу не пожелаешь жить в эпоху великих перемен Кто говорил? Конфуций Китайский мудрец И что? Мы угодили как раз в эту эпоху А дети им сложнее, они чувствуют тоньше Им сложно себя контролировать Им кажется, что сейчас все можно Я считаю, что кричать, ругаться на них Сейчас это совершенно бесполезно Значит, можно издеваться над учителями? Они скоро стрелять в нас начнут Вы это будете терпеть? Пока терпеть Терпеть и пытаться их понять У нас, Любовь Николаевна Жизнь Слишком благополучная Поэтому у вас есть терпение А при чем здесь моя жизнь? Ну как же Прекрасный муж Сын Квартира, как стадион Скромнее надо быть, Любовь Николаевна Ну я не хвастаюсь У меня действительно муж и сын Не у всех учителей такая счастливая жизнь У многих уже нервы на пределе Вы ученикам поблажки А другие учителя потом от них страдают Мне кажется, дети меня любят Любят Колбасу они любят И то, если мама им достанет Вы, Любовь Николаевна, не обижаетесь? Мне кажется, с таким подходом Вы в школе долго не задержитесь Сегодня они вам три горшка разбили на глазах Завтра они вам потолок на голову обвалят Я куплю новые горшки Безусловно, купите Я вас больше не задерживаю До свидания Всего доброго Давай Давай Здорово попала Любовь Николаевна Ничего Злые все стали Ты тоже злой? Не знаю Мне всех жаль У него отца с работы уволили Бьет он теперь сильно Светлана, зайдите ко мне Светочка, я просил Перепечатать мне список подозреваемых По делу о стеклотаре А я вам этот список Еще на той неделе отдала И где же он? Я на ваш стол положила Светлана Я просил Ничего не класть на мой стол А отдавать мне лично в руки А у вас руки заняты были И чем же? Мою новую форму повторно инспектировали Светка Не шали В рабочее время Светлана Игоревна И где же мне искать этот список Светлана Игоревна? А вы попросите меня Задержаться после работы Вместе поищем Зачем же откладывать? Нам с тобой в магазин еще надо зайти Нас помнят Помнят немного Ну может быть удастся отхватить Яблоко И я испеку любимый папин пирог А папа дома? Он обещал конструктор доделать Папа придет Ты уже будешь спать А завтра он сможет со мной поиграть? А ты у него спроси Как я его спрошу Если я уже буду спать? Я спрошу Он скажет, что у меня дежурство Ты должен гордиться Что твой папа ловит преступников И честным людям живется лучше А он что ли плохо живется? Кому? Честным людям По-разному Некоторым очень тяжело сейчас Значит наш папа плохо работает? Наш папа хорошо работает Вот придешь домой Я тебе расскажу Как наш папа поймал Одного очень опасного преступника Ты мне уже это рассказывала Мам, а что такое развод? Господи, откуда ты это взял? У нас в группе ни у кого пап нет У них папа в разводе Развод это Развод это очень печальная история Наш папа в разводе? Коля В нашем доме Никогда Ты не услышишь слово развод Ясно? Ясно Пойдем домой Риша О, какие гости Тома, посмотри, кто пришел Она скоро освободится Раздевайтесь, проходите Я мышку видела на лестнице Намек понял Да, это еще не дворец моды Но любое великое дело Начинается с идеи В голове гения И кто ж тут гений? Мы оба Сообщество небольшое гениев Согласен Мышки бегают Ну посмотри, какие окна Коль Ну, а тебе ткань Ножницы Вырезай квадрат Что такое квадрат, знаешь? Да С ножницами аккуратнее Гриш Ну, а что дальше-то? А дальше Все салоны красоты И дома моды нашей страны Будут принадлежать нам Да, я даже название придумал Для нашей империи Тамара Гриша, ты все-таки сумасшедший Пропадет Томка с тобой? Заказов пока не густо Но люди ходят Присматриваются Прицениваются И уходят Представляешь? Ругают Тамару за цены Хотят рубануть свои волосы покороче Заплатить три рубля И думают, что мужья Будут любить такое убожество Ну, женщину можно любить Не только за внешность Главное душа Люба Ну, хоть ты не повторяй Такую чушь Это не чушь Только безмозглые дуры Накрашивают глаза Вьют кудри Вертят перед зеркалом Смотри при Тамаре Этого не скажи Иначе она тебя Ножницами зарежет И запомни Женщина с грязными волосами И обгрызанными ногтями Не женщина А товарищ по партии Товарищи, конечно, уважают Но глядя на такую женщину У мужика Дыша Дыша Не упадет сердце Что будешь? Чай или кофе? Кофе? У тебя есть кофе? У тебя же сливки А сливки-то откуда? Секрет фирмы Но тебе, как родственнице, скажу Один знакомый Кооператив открыл молочный Да ты его знаешь Андрей Бегорский Андрюша? С ума сойти Мне родина ничего не рассказывает Ну вот А я проболтался Андрей обещал глаз выбить Если проболтаюсь До того, как он развернется И как я теперь буду Портной без глаза Никому не скажу Благодарю Ну что? Я свободна? Привет Следующий клиент у нас как? Готов? Тогда вперед Сколько у тебя стоит стрижка? Стрижки у меня нет и не будет А если кто-то хочет какую-то обыкновенную стрижку То пусть идет в обыкновенную парикмахерскую А у меня будет арт-прическа И стоять она будет соответственно Не дешево Дома у людей денег нет Кто к тебе пойдет? Ну сколько женщин могут себе такое позволить? Ну знаешь ли Сначала придет одна девушка Я из нее сделаю красавицу Потом она пойдет и отобьет Мужа у какой-нибудь неухоженной кошелки Потом придет ко мне эта зареванная несчастная кошелка Потом придут подруги кошелки Потом подруги подруги Может ты попробуешь с отцом помириться? Гриш Ты слышишь, что нам предлагают? С отцом помириться Слышу Ну и что ты думаешь? Эта затея не имеет смысла Ну конечно Тебе же мои родители безразличны Решу идти мириться с отцом Пойдешь со мной и будешь мириться Понял? Понял Так я хочу, чтобы вы помирились Мать очень переживает Отец молчит, но тоже страдает, я уверена А я вот в этом Липа совсем не уверена Понимаешь, он упрямый И я такая же И ты, кстати говоря, тоже Если он что-то решил То только через мой труп Еще то Так ты грубо разговариваешь с Гришей Ну разве нужно так с мужем? Конечно, можно Но это же нормальные человеческие отношения И потом мы оба с ним знаем Что для меня он и бог, и царь А от того, как ты сюсюкаешься с роди Меня, честно говоря, просто дышит Не знаю, я с тобой не согласна В семье не должно быть руганий и криков Семья это то место, где мы уже должны Ждать любовь и покой Особенно сейчас, когда у всех головах Такой бардак и хаос Семья это остров счастья и покоя И у моих мужа и сына Всегда будет этот остров счастья Мама всегда правильно говорит Понимаю? Романов слушает Кто? Андрюха! Бегорский! Сколько лет, сколько зим! Ну чего? Может завстречу? Не, я не могу Я за рулем О! И давно? Неделю он Семерку взял Был бы мой тесть нормальным мужиком Я бы тоже давно на машине разъезжал Такой же убежденный коммунист Он еще злее стал Ленин, Сталин и Фидель Кастро в одних штанах Хорошо, что строим маршировать не заставляет Как Люба В школе и шачит Привет передавай Повезло тебе с ним? Не все так просто Что, не так? Да все не так Дома тоска зеленая На работе Расточер тело Бумажки перебирать Куда что-то строчить? Так ты можешь все изменить Сейчас такое время, знаешь Можно даже скрутиться Ну, Андрюх, ну какой я бизнесмен? Лучше расскажи, как сам Женился? Нет Оказался одна Люба А Элла? Да А Люба сказала, что она вроде За какого-то дипломата замуж вышла И в Мароку уехала Уехала А я чуть с ума не сошел Думал, в петлю залезу Романы заводил Да, все Зря Она скоро возвращается Развелась? Да Она, по-моему, второй раз разводится Все никак не поймет, что я единственный ее мужчина Что у нас судьба свела Ну, так женись на ней Пока она в третий раз замуж не вышла Нет, старик Она же выходит замуж не за людей, а за статусы Первый он был Сын замминистра Этот дипломат А что без любви Даже с наследным принцем тошно Только после свадьбы, понимая Что будешь делать? Придется стать принцем Да, я к тебе по делу, кстати Помощь мне твоя нужна Я тут открыл производство Буду заниматься молочной продукцией Семьи могу помочь Нужно три человека в охрану И чтобы районная милиция меня не дергала Нет, хотят проценты, я готов Пусть дадут мне три месяца подняться Какой район? Подмосковье в Люберце Знаю, я там одного майора Поговорю с ним И по поводу охраны ЗОЖа Ну, класс Слушай, если Любке надоело Своих олухов в школе учить Пусть она идет ко мне, бухгалтерам, а? В Люберце? Нет, обижаешь В Люберцах у меня производство А офис в центре Подумайте Ну, ты что домой не идешь? Началась, что-то, собрался здесь? Дело надо доделать, я думаю Ну, забывай Да, ты дома, да? Как Коля Какой конструктор? А, хорошо Ладно, давай лучше в выходные Слушай, у меня сейчас срочное совещание Я не могу говорить Да, я буду поздно Какой яблочный пирог? Нет, давай лучше завтра испеки Ну, все, пока Ага И она тебе верит А как же? Раз не любишь, почему не разведешься? Замуж захотела, что ли, Лапуль? Нет Ну, зачем тебе это надо? Апстирывать мужа? Котлеты ему жарить? А он придет и в телеку ставится Что-то ты к телевизору не спешишь Так у меня дома тоска смертная Повеситься хочется Класс! Так Коля Прекращаем играть, садимся за инструмент Пойдем? Я уже сидела Давай, давай Коля, сейчас папа придет Надо позаниматься Пойдем 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 Любочка, давай я тебе помогу. Садись, отдыхай. Я уже все сделала. Отец спрашивает, когда обедать будем. Вроде придет, будем обедать. А когда он должен прийти? Скоро. Борщ у меня готов. Котлеты почти готовы. И так же хорошо, когда все вместе за столом собираемся. Ну это да. Ну ты хоть ребенка покорми обедом, а то же ему спать пора. Я ему разрешила сегодня не спать. Он папу ждет. Не, хорошо живем. Даже знаешь, как-то неудобно перед соседями. У всех какие-то проблемы, а у нас все спокойно, дружно. Нечего стыдиться. Каждый человек сам творит свое счастье. Да. Угу. Что? Как вкусно пахнет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Михаил Сергеевич Горбачев на американской инфекции. Ой, очки забыл. Зинуль, милая, принеси, пожалуйста. Сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выключи эту шарманку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Люба, может, хватит парню ерундой заниматься? Пускай он идет во двор, с пацанами футбол погоняет. Роди хочет, чтобы он играл на фортепиано. Ага. Роди, где ж твой Роди? Пока его дождешься, с голоду опухнешь. Его опять вызвали на работу. Ты же знаешь, сколько у него дел. Давай так, через полчаса не придется, садимся за стол. На, очки твои. Да спасибо, не надо. Опять какую-то ерунду передают. Ты что, мать, опять мясо в столе заказов брала? Я же сказал, никаких заказов. А из чего же обед готовить? А из того, из чего и все. Понимаешь, хочешь мяса, валяй в очередь. Пап, времена как все закончились, сейчас каждый крутится как может. А моя семья выкручиваться не будет. А будет как все. Я со своим народом всю жизнь был и с ним останусь. Ну хорошо, заказа нельзя. Ну водителю-то почему запретил меня возить? Ну мне же тяжело сумки таскать, ноги болят. Папа! А вот не будет заказов, не будет тяжелых сумок. И будет тебе тогда, Зинуля, полная гармония. Так, не ругайтесь. Ой, ты мне взяла, тренинг хороший. Садись на обществе. Здравствуйте. 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 Привет. Ну что, устала? Мужко кофе сварить? Даже не знаю. Ну ты думай скорее. Это вопрос серьезный. Знаешь, единственное, что умел хорошо делать мой второй муж, так это кофе варить. Который дипломат? Второй секретарь посольства. Папочка пристроил. Ему посол ни одного дела не доверил, ни одной встречи не поручил. Так год и просидел. Еще два просидит. А потом в другую страну проедет, штаны просиживает. А, вру. Он не только кофе хорошо варил, он еще костюмы покупал. Представляешь, полный шкаф костюмов, в рябчик, в полосочку, Господи. Ой, пустой человек. Ноль. Нулевый ноль. Так, может, не будем у него? Да с удовольствием. Знаешь, я вот только про себя кое-что очень хорошо поняла. Мне не нужен мужчина, который работает на чужого дядю. мне или вообще никто не нужен, или человек в дело. Как я. Иначе... Я скучал по тебе. Я тоже. Когда ты написала, что разводишься и приезжаешь, я подумал, ты смеешься надо мной? А я долго думала, кого порадовать своим разводом. Мама будет в шоке. Второй развод. Подруги не поймут. А вот Бегорский точно порадуется. Не хотел тебя встречать. Ноги сами привели. Опять все сначалом? Страдать будешь. Тебе же мало быть моим любовником. Ты рано приехал. Я только начал поднимать свой бизнес. Думал, подниму, брошу все к твоим ногам. Какой бизнес? У меня фабрика. Думаю, через пару лет будет большой холдинг. Ну, здорово. А я в клинику возвращаюсь работать. Меня уже там ждут. Ты права. Я не хочу быть твоим любовником. Я хочу, чтобы ты стала моей женой и нарожала мне кучу детишек. У меня проблема, Андрюша. Какая? Я как поняла, что не хочу видеть своего дипломата больше, так... Ну, в общем, сделала аборт. сглупила, поспешила. Окончательно еще не ясно, но прогноз, в общем, плохой. Зачем ты это сделал? Я бы полюбил твоего ребенка. Мне тогда было так проще, Андрюш. мужчина не нужен, так и ребенок не нужен. Разве я понимала тогда, что могу так свою жизнь? не хочу об этом говорится. Чш-ш-ш. Глупашка. Какая же ты глупашка. Люба, я тебе очень благодарен. Ты столько сделала для отца. Была с ним до последней минуты. Ну, о чем ты говоришь? Как может быть иначе? Это же твой отец. Виноват я перед ним. Редко навещал. Попрощаться толком с ним не успел. О! Романов Евгений Христофорович. 1920-1983. Иди к отцу под зонт. Ну, я не про него. Коля, Коля, быстро. Хорошо. Ни в чем ты не виноват. Вспомни, сколько на тебя тогда навалилось. И курсовая, и диплом, и практика. Забыл? Да. Люб. Поговори со своим отцом. На повышение мне пора. Ты засиделся что-то? Да. Конечно, поговорю. Давно пора. Поп, ты что, повыситься хочешь? Ты же и так высокий. Ну, все, пойдемте. Или тебе нужно одному побыть. Да-да, пошли. Говорила с отцом. Нет. Он был не в духе. Ну, тогда давай спать. Спокойной ночи. Да, забыл сказать. Андрей заходил. Звал тебя к себе бухгалтером. Куда он меня к себе звал? К себе. Он какое-то предприятие открыл. Или что-то вроде того. Да ты что? Родя. А это же было бы здорово. Это же такой шанс для меня. А что пойду, поучусь. На курсах. Родя. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не переживай, обойдемся старым. Будет новый. Отец только с виду такой грозный. Найду момент, когда он согласится. Пей. Спасибо. Как ты думаешь, у нас вроде все хорошо? Почему ты спрашиваешь? Мне кажется... Я думаю, может, я ему надоела. Что, есть какие-то подозрения? Не знаю. Люба, послушай меня. Нету в мире мужей, которые налево не ходят. Еще из-за этого нервничать. За собой надо следить. Не распускаться. Пойду. Что-то в сон потяну. КОНЕЦ 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 О, Люба, как неожиданно. Привет. Роди, как хорошо, что я встретила тебя. Я не могла дозвониться. Здравствуйте. Здрасте. Я хотела сказать, что к нам в выходные придут Тамара с Гришей. Ты не мог бы попросить не ставить дежурство на это время? О, Люба, это от меня не зависит. Родислав Евгеньевич, так я пойду? Подождите. Люба, я сейчас занят. Поговорим дома. Извините. Извините, что отвлекла. До свидания. До свидания. Попался. Влетит тебе дома теперь? Не влетит. Я вновь вместе тебя придушила. Ой, ну это ты у меня дурочка. А Люба самая умная в мире жена. Между прочим, дочь Головина. Того самого? Того. Да. Сильно она тебя любит. Не то слово. Видишь, в какой капкан я попал? Так что о разводе и речи быть не может. Пойдем. Гриша, здравствуй. А Тамары нет? Привет, Любаша. А она за краской уехала. Что-то случилось? За какой краской? Какую достанет. Сама знаешь, времена такие. Хватай, что найдешь. Для волос или для стен, неважно. Чаю? Нет, я пойду. Она же не скоро вернется. Так, я тебя никуда в таком состоянии не пущу. Рассказывай, что случилось? Ничего. Родители как? Колька? Все здоровы. Уже хорошо. А наш бравый капитан? Преступников ловит? Ловит. Я чайник поставлю все-таки. Гриша, скажи мне, как мужчина, если женщина узнает, что ее муж встречается с другой женщиной. Подожди, что за женщина? Ты про кого сейчас говоришь? Это моя подруга. Она поделилась со мной. Ты так переживаешь за свою подругу? Ну и что у нее? Сначала все было хорошо. А потом, понимаешь, она стала замечать, что ее муж, он нахолодел к ней, он стал поздно приходить, задерживаться на работе. А потом она увидела его в магазине с другой девушкой и все поняла. И что можно понять в магазине? Что у них близкие отношения. Ну, твоей подруге, конечно, виднее. Не печально, но в браке всякое бывает. Если отношения настоящие и люди живут одной судьбой, то минутное увлечение не очень страшно. Да? Погоди, а что в такой ситуации делать жене? Я не договорил. Но бывает, увлечения на стороне прикрывают пустоту между супругами. Нет, нет, это не тот случай. Это вот как ты сначала сказал, одна судьба. Ну, тогда я бы советовал твоей подруге измениться внешне. Да, иной раз преображение дает начало новому этапу отношений. Гриша. Ну, ты правда так думаешь? Я не знаю, я посоветую ей. Спасибо тебе. Я ей обязательно передам. Ты мне очень помог. Точнее, мои подруги. Да-да-да. Доктор, можно к вам на прием? Люба! Ой, ты моя дорогая, как я рада тебя видеть. Я только вчера узнала, что ты приехала. Да, приехала, все, вернулась. И в очередной раз развелась. Ой. Ну, не везет мне, да. Хоть ты треснешь. Может, я меняю, видимо, надо самой меняться уже. Ну, почему ты развелась? Ну, почему люди разводятся? Я не знаю. Наверное, разные причины бывают. Поводы разные. Причина одна. Кому-то всегда становится тоскливо. Ну, в моем случае тоскливо становится мне. Ну, представь. Лежит он рядом. Гладит тебя, смотрит, как верная собака. А тебе в окно хочется выпрыгнуть. Ладно, со мной все ясно. Ну, как ты? Как родители? Как сынок? Как муж? Не объелся еще груш? Все хорошо. Люба, ну, врать ты так и не научилась. Ну? Нет, правда, все хорошо. Я счастлива. Люба, счастливые женщины ко мне не приходят. Они гордо носят свой длинный нос и оттопыренные уши. Говори. Аэлла, посмотри на меня как профессионал. Я стала страшна. Ты? Ты хорошенькая. Очень. Вокруг столько молоденьких, столько хорошеньких. А у меня, знаешь, морщины появились. И круги под глазами. Бадушки. Нет у тебя никаких морщин, никаких кругов. Главина, что ты темнишь, а? Что, с Роди поссорилась? Не смогла достать для него птичьего молочка? Птички не дают молочка. Ну, я не знаю, Люба. Могу записать тебя на массаж только. Да и это тебе не нужно. Лучше бы ты завела с кем-нибудь роман. С ума сошла. Уже кроме Роди никто не нужен. Люба, я не предлагаю тебе наставить мурага. Ну, знаешь, пококетничать с каким-нибудь мужчиной, это всегда полезно для женщины, для кожи, для настроения. Бегорский-то знает, что ты вернулась. Бегорский. Еще как знает. Опять с ним. Улыбаешься? Думаешь, если тесть большой начальник, то тебя никто тронуть не посмеет? Слава, ты не выспался, что ли? Я-то выспался. А вот как ты спокойно спать можешь? Весь отдел пашет, как проклятый, а ты все пускаешь коту под хвост. Начальник отдела боится. Тестя твоего вот и молчит. Только я не начальник. Мне терять нечего. Я тебе в глаза все скажу. А что случилось-то? Лешко выпустили из-под стражи прямо в зале суда. Лешко, это дело о хищениях, что ли? Мы целый год били, чтобы вывести его на чистую воду. Он же ворюга, каких свет не видывал. Посадить его было делом чести. Мы неделями семьи свои не видели, под него копали. А ты все развалил, идиот. Ты же как следователь, полный ноль. Так, ты выбирай выражение-то, а? Не собираюсь. Слишком много чести для тебя выслушивать правду в деликатных выражениях. Таким, как ты, руки не подают. Папа, ты должен что-то сделать. Что-то сделать? У меня просто в голове не укладывается, как он мог устроить драку в служебном кабинете. Это ж позор мундира. Ну, помоги. Роди никогда тебя ни о чем не просил. И чего он хочет? Замять скандалы и уйти в аспирантуру. Адъюнктура у нас это называется. А он с людьми работать сможет, преподавать он сможет? Сможет. Роди все сможет. Ага, сможет он. Сомневаюсь я. По крайней мере, на этой должности он себя никак не проявил. Ладно, я все улажу. Ну, учти, не был бы он твоим мужем, дал бы его, понимаешь, поганой метлой. Я только ради тебя иду против своей коммунистической совести. Сфирепствовал? Чуть-чуть совсем. Подробности спрашивал? Да нет. Он думает, что это конфликт на личной почве. Доложит. У нас полный отдел стукачей. Не доложит, Роди. Ты от них уходишь, и вопрос закрыт. Люба, как же ты меня выручила? Вернее, нет, ты меня просто спасла. Роди, я хотела спросить. Помнишь, я встретила тебя с девушкой? С какой девушкой? Ну, у магазина. А, у магазина? Так она у нас свидетельницей проходила по одному делу. Ну, а что? Свидетельницей. Свидетельницей. Люба, ты что с тобой, а? Родя, я такое придумала. Я так испугалась. Я подумала, что... Что мы... Ой. Пойдем. Пойдем, Насаила уже ждет. Угу. Давайте напьемся. За встречу. Роди, наливай. Ой, ребят, как хорошо, что приехали. Теперь я точно знаю, что я дома. Вы и есть мой дом. Хватит. Не Москва эта взъерошенная, не клиника, а вы. Ой. Мы же выросли вместе. Что за вас? Роди до сих пор помнят, как любил тебя. Выдохни, Люба. Женатый мужчина не мой профиль. Ну, а если так ревнуешь, зачем привела тогда? Он устал очень. День тяжелый был. А так посидел, расслабился. Тебя увидел. Сейчас он спит. Тихо. Пусть отдыхает. Люба, если б я тебя не знала с самого детства, да ей-богу, я подумала, что сумасшедшая. Ну, нельзя же так, ну. Чего нельзя-то? Любить так сильно нельзя. Почему? Потому что тот, кого ты любишь, может предать, уйти, умереть, наконец. Что у тебя тогда останется? Прости меня. Прости. Мне это из зависти. Сама больше месяца никого любить не могу. Нет. Ты просто сказала, что Роди может умереть. Да рано еще о смерти думать. Хотя он же не Дракула, чтобы вечно жить. Я никогда не думала раньше об этом. Я же ни дня без него не смогу. Я тоже умру. Ну, хватит, Люба. Я умру. Я и на небе буду его искать. Коля, как же мне тебя не хватает. Матери помоги. Чего помогать? Ну, ветки собери. Видишь, она работает, а ты стоишь. Так и ты ведь стоишь. Все заняты. Никому до меня дела нет. Одна целый день дома сижу. Мам, ну что ты такого говоришь? Всем ты нужна. Всем мы тебя любим. Когда ты вчера после школы пришел? Не помню. Поздно я волновалась. Где ты был? А ты где был? Чего учитываться должен? Да потому что мы тебя кормим и поим. Когда будешь деньги зарабатывать, тогда делай, что хочешь. Я вам недорого стою. Гулял я вчера. С кем ты гулял? С корешами. Ну, что за слова, Родя, Коля? Мы на кладбище. Ты что так с отцом разговариваешь, а? Так, Коля, иди-ка выброси мусор. Куда? Вон мусорка. Слепой, что ли? Ну, не ругайтесь, а. В такой день. Ты почему все время вмешиваешься, когда я с сыном разговариваю, а? Посмотри, во что он превратился. Шпана. Да лучше быть шпаной, чем как ты мусором с копеечной зарплатой. Коля! Ты вообще из ума вышел? Ты что несешь? Ты должен гордиться своим отцом. Немедленно извинись. Да надоело мне уже вами гордиться. Отцом гордись, дедом умершим гордись. Отстаньте вы все от меня. Коля! Коля! Вот оно, ваше папское воспитание. Ну, вот и куда же он теперь, а? Подойдет, чай, не маленький. У него денег нет. Есть, я отдала ему немного. Господи, я вам запрещал давать ему деньги. Вот теперь на меня ругаются. Наверное, сейчас пешком пойдет. Ну, пусть идет. Может, совесть прибавится. Слушай, давай догоним. А надо догнать. Не дай бог, кому в машину сядет. Да кому он нужен, этот балбес? Роня! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Коля! Коля, подожди! Господи, да стой же ты! Не стыдно? Не стыдно тебе? Хоть бы бабушку пожалел! Меня никто не жалеет. Да что с тобой? Отцу нагрубил, убежал. Ты его всегда защищаешь. Что бы он ни делал, ты вечный адвокат его. Коля, ты сейчас не прав. Отцу не нужен никакой адвокат. Он лучший в мире человек. А я худший. Коля! Поедем домой. Ну, я прошу тебя. Извинись перед отцом. Субтитры создавал DimaTorzok Что делать будешь, мам? Пенсию ждать. Сходила бы, куда-нибудь погуляла. А что ты со мной разговариваешь, как с маленькой? Чш! Я еще из ума не выжила. Сама разберусь, что мне делать. Ой, опять поругались. Я готов. А контрольник по математике, ты готов? Еще как. Мне мама так классно математику объяснили. Так, Люба, поехали. Мне нельзя уже опаздывать. Я бегу. Спускайтесь. Мама. Ну, не грусти. А как мне не грустить, ну? Я же не слепая. Все прекрасно вижу. Но не должна жена больше мужа зарабатывать. Это неправильно. Вот у нас с Коля этого никогда не было. Ну, вот что ты опять начинаешь? Ты мне скажи, вроде виноват, что в стране бардак. Ладно, все. Беги на свою работу, а то тебя начальник уволит. Мы вообще голодать будем. Все. А мама упорно зовет Андрея Бекорского, моим начальником. Ну, а как ей его называть? Хозяином? У нее язык не повернется. Пока. Кстати, родители Витка зовут на каникулах на горных лыжах покататься. Куда? Ну, они еще пока сами не решили. Швейцария или Испания. Ой, Коля, это очень дорого для нас. А что мне им сказать, нет? Или что родители подумают, где деньги взять? Ты лучше о контрольной подумай. Иди. Мы могли бы заняться. Нет. За родителями Вити нам не угнаться. И вообще, я против того, чтобы Коля с ним общался. Знаешь, мутная семейка. А вы русские. Ладно, пацаны, погнал я. Ну, наконец-то. Здорово. Здорово. Серега заждался уже. Погнали. Погнали. Проиграл все. Отложишь? Держи. Отыграешься, отдашь. Спасибо. Спасибо, в карман не положишь. Да отдам я тебя, отдам. Угу. Ну что, пришел мне мешать, да? Я соскучился. Мы с тобой виделись несколько часов назад. И не морочь мне голову. У меня конкурс на носу. Между прочим, ушла только что очередная модель. Кстати, насчет моделей. Гениальная идея. Прическу Лас-Вегас можешь попробовать на любяных волосах. Не, она сейчас занятой человек, и ей не до меня. Она тебе не откажет. А знаешь что? Ты прав. Тебя подвезти или ты сама? Конечно, сама. Я люблю водить машину. Ты любишь, когда мужики из проезжающих машин на тебя пялятся. Какие планы на вечер? Не знаю. Может, к родителям на дачу поеду. М-м-м. Я с тобой? Или? Давай или. Надо же иногда отдыхать друг от друга. Ну, я поехал. Если захочешь меня видеть, звони. Ой, обиделся что ли? А ты считаешь это нормальным? Мы столько лет живем вместе, ты прячешь меня от своих родителей. Они прекрасно знают, с кем я живу. Да, но почему-то звать меня в свой дом, они отказываются. Тебе обязательно видеть моих родителей? Нет, ну просто я хочу, чтобы ты считал меня мужем, а не каким-то там приходящим любовником. Ой, Андрюша, дело твое. Не хочешь приходящим любовником, можешь стать уходящим. Да что с тобой такое-то, а? Миллионы баф в этой стране и мечтают выйти замуж, а ты у меня... Да, я такая. Все мечтают? А меня тошнит от слова брак. Двое должны быть рядом, пока им хорошо. Вот ты приезжаешь ко мне, потому что хочешь меня видеть. Хочешь со мной спать. А брак это обязанность быть вместе, пока смерть не разлучит нас. Вот я тебя с той чертею, а смерть все никак не придет меня прибрать. Самый короткий путь от любви до ненависти прямо через ЗАГС. Хочешь обязательно жениться? Ищи себе среди миллионов тоскующих о замужестве теток. Да не нужны мне миллионы тоскующих теток. Мне ты нужна. А я не гожусь для верной боевой подруги. Ну, сейчас, слава богу, войны нет, так все... Ну, это как посмотреть. Столько бизнесов разоряется. Конкурентов убивают. А я избалованная эгоистка. Спасать, утешать, горевать, это не мое, Андрюша. Ну, я готов тебя спасать, утешать. Да знаю я. Игоревать? Игоревать. Ой. Оля. Да. Оля, у тебя здесь ошибка. Где? Вот. Олечка, я же просила внимательнее. Теперь все пересчитывать? Ну, конечно, придется переделать. А как же? Да я же хотела у вас сегодня отпроситься пораньше. А что такого? Ко мне жених приехал. Я же вам говорила. Да? Я забыла, наверное. Извини. Ну, беги тогда. Сама переделаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Здрасте. Заканчиваешь? Да нет. Вот придется сейчас все пересчитывать. Слушай, Люба, ты надо с цифрами по третьему кварталу подмухлевать. Я вот тебе принес расклад. Зря принес. Сейчас все так делают? Все делают. И все разоряются. А если я прикажу? Я уволюсь. Что ты предлагаешь? Андрей, ничего страшного. Что у нас по третьему кварталу доход немного ниже. Зато мы в четвертом резко идем вверх. Ты меня с своей честностью с ума сведешь. Ну, хорошо. А может, приправа. Алло. Бухгалтерия компании Пищевик. Том, а ты что ли? Да, привет. Нет, сегодня никак не могу. С отчетом сижу. Ну, хорошо. Да, давай попозже. Пока. Ясно. Опыт работы в рекламе есть? Нет. Но я знаю, что надо делать. Откуда же вы знаете? Ну, знаю. Вы очень самоуверен. Где раньше работали? Пока нигде. Не берут, потому что опыта нет. А опыта нет, потому что не берут. Вот круг и замкнулся. И вы уверены, что у вас все получится? Конечно, уверена. Ну, что ж. Я возьму вас на испытательный срок. А дальше посмотрим. Не пожалеете. Я вам обеспечу такую рекламу. Заказы со всей страны посыплются. Хотелось бы надеяться, но верится с трудом. Да потому что никто не понимает, как должна работать реклама. И, кстати, вы тоже. А как она должна работать? Агрессивно. Вот не скучная такая информация, а яркий сигнал в мозг. С людьми ладите? У меня большой коллектив. Да, конечно, хорошо лажу. Но у меня одно железное правило. Я здесь работаю, пока... Нет-нет-нет, пока вы здесь не работаете. Да я вам подхожу. Вы человек дела, я человек дела. И вы меня еще никуда не отпустите. Но я уйду сама, если ко мне кто-нибудь начнет приставать. Первое бью прямо в лоб. Второе ухожу. Ну что ж, идите заполнить анкету. Том, это надолго? Мне на курсы бежать надо. Ну так какие такие курсы? Повышение профессионального уровня. Зачем тебе курсы повышения профессионального уровня? Ты же у нас и так финансовый гений. Между прочим, Андрюша себя все время нахваливает. Люба, 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 Люба. Одна Люба у нас. Кстати, Аэлла, а чего это вы с Андрюшей все никак не женитесь? Тебе-то зачем? Хочу тебе свадебную прическу сделать. И вообще, девочки, что я вам хочу сказать? Я выиграю этот конкурс. Вот прямо вот здесь вот я это чувствую. Выиграю его и поеду в Милан на следующий день. Так что, Аэлл, выходи замуж за своего Андрюшу и будешь такая же счастливая, как мы с Любкой. А что, Люба, счастливая, по-твоему? Девочки, вы меня простите, но, по-моему, это печально. Когда один любит, другой только терпит. Аэлла, вообще-то Родя обожает Любу. Ну, естественно. Люба. Спасибо, что зашел. Давай к делу. У меня на таможне кошмарные проблемы. Конкретно на какой таможне на кого ты нарвался? Да какой-то Искандеров кровь пьет. Ну, давно бы сказал, мы бы уже решили твои проблемы. Сейчас мы ему позвоним. Кому? Алику Искандерову. Ты с ним знаком? Мы с ним раз в две недели в бане паримся. Алик, привет, это Родислав Романов. Как сам? Я тоже. Слушай, лекарства, которые я тебе обещал, через три дня привезут. Так что можешь не волноваться. Вот. И вот еще что. Что ж ты моего хорошего товарища обижаешь? Какого? Андрюха Бегорского. Это, между прочим, мой друг детства. А? А, он сам тебя первый послал? Ну, это он может. Он человек вспыльчивый. Надо ему помочь. Во сколько? А, сразу примешь. Ну, хорошо. Тогда он завтра к тебе забежит. Ты ему помоги. И не обижай. Нет, потом тоже не обижай. Он наш человек. Да. Ну, хорошо. Спасибо тебе большое. Обнимаю. Пока. Ну, вот. А ты волновался. С кем у тебя еще проблемы? Да еще санпедстанция. Они со своими проверками. Ну, просто. Там тетка, которая просто вздохнуть не дает. Как тетку зовут? Коломойцева. Толстая такая, рыжая. Господи, Наташка, что ли? И что Наташка тебе говорит? Да говорит, что у меня крысы, мыши, тараканы. А у меня все стерильно. Ну, ты же меня знаешь. Я все сам проверяю каждый сантиметр. Взяла, а мне постановила производство. Андрюха, ты совсем не умеешь решать эти вопросы. Но видишь, перед тобой женщина. Ну, купи ей букет цветов, флакон духов, бутылку ликера. Ну, что ты, как маленький, ну, честное слово. Да не умею я как-то, Роди. И противно. Я все делаю по закону. Не хочется платить даже цветам. Слушай, иди ко мне работать, а? Что? Серьезно, я тебе часть своего бизнеса отдам. Подожди, ты сам свое дело поднял. Ты вложил в него столько сил, энергии. Из чего это ты мне вдруг предлагаешь часть своего бизнеса? Ты понимаешь, весь мой бизнес может рухнуть, если рядом со мной не будет человек, который способен решать все вот эти проблемы. Ты станешь совладельцем, я разделю с тобой прибыль, а ты разделишь со мной все мои проблемы. А? А с чем я войду? У меня даже нет средств вложиться. Ты вложишь свои связи, знакомства, умение общаться с людьми, ну, обаяние, в конце концов. Соглашайся. Без тебя я просто пропаду и бизнес свой потерю. Вы здесь работаете? Ну, надеюсь, что буду. А вы? А я тоже, кажется, буду работать. Класс. Чего вы так улыбаетесь? Простите, сам не знаю. Вы чего, влюбились, что ли? И вам ничего не обломится? К следующему занятию ответьте мне на вопрос. Чьи интересы правительство в большей степени защищает? Производителей или потребителей? Вопросы? Следующее занятие во вторник? Во вторник, восемь вечера. Скажите, известны ли вам законные способы ухода от налогообложения? Интересный вопрос. Законных способов нет. Есть более или менее хитроумные, и в данный исторический отрезок бизнесмены еще могут ловко обманывать государство. Однако, тем самым, они подкладывают бомбу под свой же бизнес. И через несколько лет эта бомба рванет. Я посвящу этой теме наше следующее занятие. На сегодня все. Хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Еле вас догнал. Вы быстро ходите. Я что-то забыла? Да нет. Я просто хотел узнать, как вас зовут. Романова Эл. Эл – это Людмила, Лариса. Что? Люба. Люба. Ну, вот ты пришла на наши курсы «Любовь». Люба, позвольте, я вас довезу? Ой, нет, спасибо. Это ни к чему. Ну, почему? Ну, потому что дома меня ждут муж и ребенок. Муж и ребенок звучит как приговор. Кому приговор? Приговор моим надеждам. Ребенок, понятно, горячо любимый, а муж? И муж тоже горячо любимый. Да, я оказался никчемным психологом. Каждую лекцию я сижу, смотрю на вас, думаю, вот сидит прекрасная, но очень несчастливая женщина. Ошибся? Ошиблись. Жаль. Ну, то есть, это отлично, что вы счастливы. Жаль, что в этой великой гармонии нет места для меня. Послушайте, Олег. Давайте-ка вы лучше проведите у нас аудит на фирме. Вы прекрасный специалист. Я поговорю с начальством, вам хорошо заплатят. Ладно, я подумаю. Люба. Я пойду, мне пора. Люба, Люба. Все-то вы врете, Люба. Ни черта вы несчастливая. Меня в этом обмануть невозможно. Я и сам одинокий неудачник. Коля до сих пор где-то гуляет. Так поздно уже. Придет, по шее получит. Так волнуюсь за него. Ну, чего ты боишься? У парня переходный возраст. Ты мне чемодан собрала? Собрала. Вообще, конечно, здорово, что мы теперь будем работать вместе. Моя мечта не разлучаться ни на минуту. Сбылась. Новый этап. Надеюсь, хоть сын начнет меня уважать. Давай спать. А Коли до сих пор нет. Придет. Привыкай, он вырос. Иди спать. Сама не спишь. Волнуешься. А я дождусь. Иди, мам, завтра вставать рано. Я такси на семь вызвала. Вот хоть отдохнешь от нас, от всех в санатории. Да не, не усну. И давно вы с Родей так живете? Как чужие. С чего ты взяла? Я же вижу. Я же еще не умерла. Сама женой была. Мама, хватит. Я всегда засыпала на груди у мужа. Что ж ты мучаешь меня все время, а? У нас вроде все хорошо. Когда долг отдашь? Скоро. Я все верну. Вернут до копейки, пацаны. Ну, откуда возьмешь? Колян, нормальный пацанчик. Найдет деньги. Да, Коль? Я найду деньги. Да ничего ты не найдешь. Найдет, найдет. Он же не сирота. Так ведь, Колян? Роди, можно я тебя все-таки провожу? Мамач. Так хочется. Я быстро оденусь. Ну, задержу тебя. Люк, ну не надо, не надо. Это обычная командировка. Не надо делать из этого события. Лучше вот Кольку позови. Хватит ему дрыхнуть. Пусть выйдет с отцом, попрощается. Крепко спит. Я пыталась уже. Поздно пришел. Так. Все, хорошо. Мне пора. Угу. Давай. Поставишь. Позвоню, если смогу. Да. Пока. Позвоню, если смогу. Алло. Да, мам, привет. Все хорошо. Пришел. Пришел, мама. Пришел. Коля сидит, уроки делает. Да. Отдыхай, не волнуйся. Дыши воздухом. Все, пока. Целую. Алло. Алло. Алло, Коля, это ты? Коля, когда ты приедешь? А это от тебя зависит, мамаша. Заплачешь за своего сыночка, тогда и получишь его обратно. Кто это? Где мой сын? Много вопросов, мамаша. Двадцать пять тысяч зеленых, и парень будет дома живой и здоровый. Ты не вздумай ментам звонить, иначе получишь не сына, а его голый. Срок тебе до девяти утра. В девять позвоню и скажу, куда принести деньги. И без глупостей. Андрей, Андрей, приезжай, у нас беда. Куда ехать? Хочу город посмотреть. Это запросто. Садитесь. Минуточку. Девушки, мне поможешь я к приезжему с достопримечательностями познакомиться? С удовольствием. Прошу. Шустрей, шустрей. Пей, пей, Люба. Ты права, но милиции надежды нет. Нужно платить. Вот, я привез деньги. Андрей, ты с ума сошел бы? Как мы это сможем вернуть? Люба, ты не о том сейчас думаешь. Главное, спасти Колю. Кто знает, каким отморозком он попал. Господи, бедный мой мальчик. Если бы Роди был здесь, он бы точно знал, кому из его коллег можно доверять. Кто вытащит Кольку? Да, но Роди нет. Единственное, что мы можем сделать, это согласиться на их условия. А если будет поздно? А если в 9 утра они позвонят, а Коле уже нет? Люба, мы отдадим им эти проклятые деньги. Они отдадут Колю. Ты знаешь что? Когда они позвонят, ты попроси поговорить с сыном. Да, да, хорошо. А если не дадут, это будет значить... Ничего, это не будет значить. Давайте все надеяться на благополучный исход. Все будет хорошо, Люба. Тебе сейчас лучше поплакать. Зачем? Тебе станет легче. Мне не может стать легче. И Роди нет. Можно я с вами посижу? Да вы уже сели, чего спрашивать? Вас тоже на фабрику прислали? Нет, сама приехала за свои. И откуда такой энтузиазм? Хочу понять, как мне лучше раскручивать продукцию этой фабрики. Значит, вы будете заниматься у нас рекламой? Уже занимаюсь. Мне сказали, вы один из боссов. И вас не обманули. И как один из боссов, я позабочусь, что в бухгалтерии оплатили вашу командировку. Спасибо. Я не Ротшильд. Чудный город. Знаете, я за ночь просмотрел все красоты, и я просто в восторге. Хотите, я вас вечером прокачу? Катайте специально обученных девиц. Впрочем, вы их вчера и катали. А потом полночи песни орали козлиным голосом. Никому спать не дали. Не боитесь так грубить босс? А вы ведите себя, как хозяин крупной фирмы, а не как оторвавшийся командировочный. Как мне вас называть? Вы можете называть меня просто Радислав Родя. Очень приятно, Лиза. Ну что, будем прощаться, либо вы меня до фабрики подкинете? С удовольствием подкину. Да, и я помню, что за вами запрещено ухаживать. Запрещено. Даже боссу? Тем более. Отвратительно, когда хозяин хватает за коленки своих рабов. Пойду в номер, переоденусь. Не уезжайте без меня. Давай, Лиза. Отвечай. Ты, самое главное, не нервничай. Сразу потребуй, чтобы дали поговорить с Колей. Ну и как бы наши дела? Собрали денежки? Да. Ну тогда запоминай, мамаша. Нет. Я не буду ничего запоминать, пока вы не дадите мне поговорить с сыном. Больше ты ничего не хочешь? Нет, больше ничего. Я хочу услышать его голос, удостовериться, что с ним все в порядке. Иначе вы ничего не получите. Ты смотри, она еще условия нам ставит. Или ты такая храбрая, потому что у тебя на хребте менты висят? Так ты имей в виду, ментов наведешь, сына живым не увидишь. Я перезвоню. Они отключились. Я что-то не так сделала, да? Нет. Я все испортила? Ты все сделала правильно. Долго они с тобой разговаривать не будут. Звонили они, скорее всего, из телефона автомата. Значит, Коля рядом нет. Им понадобится время, чтобы доставить его к телефону, понимаешь? Мама. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мама, мамочка, это я. Коля! Коля! Коля, сынок. Как ты? Как с тобой обращаются? Я в порядке, мам. Сделай так, чтобы меня побыстрее отпустили. Коля, послушай меня. Коля, держись там. Держись и ничего не бойся, понял? Мы нашли деньги. Мы готовы их отдать. Коля, мы сделаем все возможное, чтобы это скорее закончилось. Коля! Хватит, мамаша. Поговорили их, хватит. Раз бабки есть, то жди, теперь звоню. И чтобы без глупостей. Они будут звонить из разных автоматов, чтобы их не засекли. Так, Коля. Мне показалось, что он очень напухан на доживой. Друзья мои, раны мои, хорошие. Я вам так благодарна. Я не знаю, что бы я без вас делала. Я... Все, номер ячейки помнишь? Да. Шифр помню. Ты записала? Запомнила. Почему не сделала, как я просил? Андрей для меня цифры, как для других слова. Я никогда их не забываю, не путаю. Не волнуйся, я все сделаю, как надо. Пойдешь со мной? Нет. Они следят за тобой, могут подумать, что я из милиции. Лучше их не провоцировать. Будем делать, как они велят. Чтобы это все поскорее закончилось, и нам вернули Кольку. Андрей. Что? А если я его не верну? Мы... Мы выполнили все их требования. Мы не обращались в милицию. Мы собрали деньги. Почему они должны его не вернуть? Иди и ни о чем плохом не думай. Иди 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 иди. Иди 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 иди. Иди 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 иди. Вспективу тебя. Надеюсь, ты reservem beer, or... Оsten schneller! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Деньги уже забрали. Видела кто? Нет. А что нам делать? А что мы будем дальше делать? Мы приедем домой. Что дальше? Будем. Будем ждать. Сколько? Сколько ждать? Я не знаю. Может, им нужно замести следы или проверить купюры на подлинность? Или, может, им нужно Колю откуда-то издалека привезти? Мы сделали все, что они просили. Теперь нам остается только ждать. Все, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля, живой? Все, в порядке. Ты цел? Меня не били? Нет, все. Ничего. Ломочка. Ты где денежки взяла такие? Дядя Андрей дал. Дядя Андрей, спасибо вам огромное. Я как только смогу, сразу вам денежки отдам. Правда, не обещаю, что это будет скоро. Я очень постараюсь. Спасибо, что были с мамой. И вам большое спасибо, тетя Айла. Мам, тебе нужно отдохнуть. Пойдем домой? Пойдем. Это из-за меня, мам? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудно поверить, что ты уже закончил институт. Ой, простите, я, кажется, перешел на ты. Да ничего. Я вообще бывший вундеркинд. Рано закончила школу, потом институт. Моя детская гениальность быстро улетучилась. И я училась, как все. Зато выиграла время. А кто твои родители? А нет никого. Прости. Умерли? Да нет. Нет. Уехали в Америку. Там разошлись, нашли новые пары. Я никому из них стала не нужна. Не, ну зато есть квартира. Вот я и хожу по этой квартире одна. И не страшно тебе одной? Страшно. Очень. Ой. А вот это вот попробуй. Вот это вот. Ой, я не люблю. Кушай, кушай. Скверного же парня они воспитали. Ты тоже все поняла, да? А как тут не понять? Заложник сиял, как пятак. Любу жалко. За сутки постарела лет на десять. И Роди еще предстоит обо всем узнать. Ой, нет, у меня детей не надо. Мы же ничего не скажем, правда? Не скажем. Пусть они не знают, каким подонком вырос их сын. Ах, нет. Ах, нет. Ах, нет. Это вот. Ах, нет. Ах, нет. Бой. Продолжение следует...